Глава 15. Некогда я был Адамом Стрэнгом, англичанином. Период этой моей жизни, насколько я могу сообразить, приходится на промежуток 1559-1650 годов. И я, как вы увидите, дожил до почтенной старости. С той поры, как Эд Моррелл научил меня искусству умирать малой смертью, я всегда сильно жалел, что так плохо знаю историю. Иначе я в состоянии был бы определить точнее многое, что остается для меня темным. Теперь мне приходится ощупью разбираться во временах и местах моих прежних существований. Особенность моего существования в образе Адама Стрэнга составляет то, что я мало что помню о первых 30 годах моей жизни. Много раз во время моего лежания в смирительной рубашке воскресал Эдам Стрэнг, но всегда рослым, мускулистым, 30-летним мужчиной. Я Эдам Стрэнг. Неизменно начинаю себя осознавать на группе низких песчаных островов где-то под экватором. Должно быть в западной части Тихого океана. Здесь я всегда чувствую себя как дома. Вероятно, жил там довольно долгое время. На этих островах живут тысячи людей, хотя я среди них единственный белый. Туземцы здесь превосходной человеческой породы, мускулистые, широкоплечие, рослые. Шестифутовый человек среди них – обыкновенное явление. Их царь Раа Кук на добрых 6 дюймов превышает 6 футов, и хотя весит он не менее 300 фунтов, он так пропорционально сложен, что его нельзя назвать тучным. Многие из его вождей столь же крупного роста, а женщины – немногим меньше мужчин. В этой группе множество островов, и над всеми царит Раа Кук, хотя группа островов на юге иногда поднимает восстание. Туземцы, с которыми я живу – полинезийцы, и это я знаю потому, что у них прямые и длинные волосы. Кожа у них золотисто-коричневая. Язык, на котором я говорю с необычайной легкостью, музыкален и плавен, в нем мало согласных и многогласных. Они любят цветы, музыку, пляски и игры, и детский бесхитростный в веселых своих забавах, хотя страшно жестокий в гневе и войнах. Я – Эдам Стрэнг, знаю свое прошлое, но как будто мало думаю о нем. Я живу в настоящем. Я не задумываюсь ни над прошлым, ни над будущим. Я беспечен, не предусмотрителен, не осторожен, счастлив от жизнерадостности и избытка физической энергии. Рыбы, плоды, овощи и морские водоросли. Набил себе желудок и доволен. Я занимаю высокое положение среди приближенных Раакука, и выше меня нет никого. Не выше меня даже Аббатаак, который стоит над всеми жрецами. Никто не смеет поднять на меня руку или оружие. Я – Табу, неприкосновенен, как неприкосновенен лодочный сарай, под полом которого покоятся кости одному небу известно скольких прежних царей славного рода Раакука. Я знаю все подробности о том, как я потерпел крушение и остался один среди экипажа моего судна. Был сильный ветер, и оно затонуло, но я не раздумываю над этой катастрофой. Когда я оглядываюсь назад, то чаще всего думаю о своем детстве, о ребенке, который держался за юбки моей хорошенькой матери. Англичанке с молочно-белой кожей и белыми, как лен, волосами. Я жил тогда в крохотной деревушке из десятка домишек, крытых соломой. Как сейчас слышу скворцов и дроздов в кустах. Вижу колокольчики, рассыпанные среди дубового леса по мягкой траве, как пена лазурной воды. Но ярче всего мне вспоминается большой, с мохнатыми бабками, жеребец, пляшущий и играющий, которого часто проводили по узкой деревенской улице. Я пугался огромного животного и всегда с криком бросался к матери, хватался за ее юбки и прятал в них лицо. Но довольно об этом. Я намерен писать вовсе не о детстве Адама Стрэнга. Несколько лет я жил на этих островах, имени которых не знаю и на которых, я уверен, я был первым белым человеком. Я был женат на Лей-Лей, сестре царя, которая была чуть-чуть повыше шести футов и несколько выше меня. Я был великолепным образцом мужчины, широкоплечий, с высокой грудью, хорошо сложенной. Женщины всех рас, как вы увидите, благосклонно поглядывали на меня. Кожа на руках, выше локтей и на всех закрытых от солнца местах была у меня молочно-белая, как у моей матери, глаза голубые. Мои усы, борода и волосы имели золотисто-желтый цвет, какой иногда приходится видеть на портретах северных викингов. Да, наверное, я происходил из какого-нибудь старинного рода викингов, давно осевшего в Англии. И хотя я родился в деревне, морская соль так густо была примешана к моей крови, что я очень рано поступил на корабль квартирмейстером, то есть в сущности простым матросом. Это не офицер и не барин, но именно матрос, много работающий, обветренный, выносливый. Я был полезен Раакуку, чем и объясняется его царское покровительство. Я умел работать с железом, а наш разбитый корабль принес первое железо в страну Раакука. Время от времени мы отправлялись на пирогах миль за 30 к северо-западу брать железо с обломков корабля. Кузов его оторвался от рифа и лежал на глубине 90 футов, и с этой глубины мы доставали железо. Туземцы были изумительными пловцами и водолазами. Я тоже научился спускаться на глубину 90 футов, но никогда не мог сравняться с ними в этом искусстве. На суше, благодаря моему английскому воспитанию и силе, я мог бросить на земь любого из них. Я научил их матросской игре с шестом, и она приобрела такую популярность, что проломанные головы сделались у нас бытовым явлением. С корабля однажды притащили дневник, до того изорванной и попорченной морской водой, с расплывшимися чернилами, что едва можно было разобрать текст. Однако в надежде, что какому-нибудь ученому-историку удастся точно определить время описываемых мной событий, я здесь приведу выдержку из этого дневника. Ветер был попутный и дал нам возможность осмотреть и высушить часть нашей провизии, в особенности несколько китайских окороков и сухую рыбу, составлявшую часть нашего продовольствия. На палубе совершили богослужение. После полудня ветер задул с юга свежими и сухими порывами, так что на другое утро мы получили возможность вычистить межпалубное пространство, а также окурить корабль порохом. Но мой рассказ касается не Адама Стренга, потерпевшего крушение матроса на Коралловом острове, а Адама Стренга, впоследствии именуемого Ри Йонг Ик, то есть Могучим, который некоторое время был фаворитом могущественного Юн Сана и любовником, а затем супругом Девы Ом из царской фамилии Мин. А затем долгое время нищим и парией, шатавшимся по деревням всего побережья и по дорогам Чо Сена. Ах, я и забыл вам сказать, Чо Сен значит страна утреннего спокойствия. В наше время ее называют Кореей. Вспомните, что я жил три или четыре века тому назад и был первым белым человеком на Коралловых островах Раакука. В этих водах в ту пору суда появлялись редко. Я легко мог бы окончить свои дни в мире и довольстве под солнцем страны, не знающей морозов, если бы не Спарвер. Спарвер был голландский купеческий корабль, дерзнувший пуститься в неисследованные моря в поисках Индии и попавший далеко за Индию. Вместо Индии он нашел меня, и это были все его открытия. Не говорил ли я, что я был веселым, с золотыми волосами гигантом на всю жизнь оставшимся беспечным юношей? Когда Спарвер наполнил свои бочки водою, я без малейших угрызений совести покинул Раакука и его прелестный край, покинул Лей-Лей и ее сестер в венках и с улыбкой на губах, вдыхая знакомые корабельные запахи, отплыл опять простым матросом под командой капитана Иоганнеса Маркенса. Это было изумительное путешествие на старом Спарвере. Мы искали новые страны, где есть шелка и пряности, а в действительности нашли лихорадку, скоропостижную смерть, зараженные чумой края, где смерть прихотливо смешивалась с красотой. Этот старый Иоганнес Мартенс без капли романтики на своем тупом лице и в седой квадратной голове искал Соломоновы острова и алмазный копик Галконды. Он искал даже старую забытую Атлантиду, которая, по его мнению, еще плавала над водой, а нашел охотников за головами и людоедов, живущих на деревьях. Мы пристали к странным островам, берега которых были изрезаны волнами и на которых поднимались горы с дымящимися вершинами. Маленькие, не то звери, не то люди, с колтуном на голове вместо волос, завывали в лесных дебрях. Они перегородили свои лесные тропинки колючками и ямами с острыми колями на дне, и в сумерки пускали в нас отравленные стрелы. Стоило такой стреле ужалить кого-нибудь из нас, и он умирал в страшных муках с дикими воплями. Потом мы натолкнулись на других людей, более крупных и еще более свирепых. Они встретили нас открытым боем на взморье, засыпали нас дождем стрел и дротиков под грохот барабанов из выдолбленного древесного ствола и там-тамов. На всех холмах столбом поднимались сигнальные дымки. Хендрик Хэммелл был судовым приказчиком и владельцем небольшой части Спарвера. Остальное же все принадлежало капитану Иоганнесу Мартенсу. Последний говорил немножко по-английски, Хендрик Хэммелл чуть побольше его. Матросы, с которыми я жил, говорили только по-голландски. Но поверьте, матрос может выучиться по-голландски и даже по-корейски, как вы увидите. Наконец, мы прибыли в Японию, которая в то время уже была нанесена на карту. Но этот народ не хотел иметь с нами дела. Японские чиновники, вооруженные мечами в широких шелковых платьях, от которых у капитана Иоганнеса Мартенса потекли слюнки, поднялись к нам на корабль и вежливо предложили убраться прочь. Под их вкратчивыми манерами чувствовалась железная воля воинственного народа. Мы поняли это и поплыли своим путем дорогой. Мы переплыли Японский залив и входили уже в Желтое море на пути в Китай, как вдруг спарвер наскочил на подводные скалы. Спарвер был старый калошей, неуклюжий и грязный. Киль его до такой степени зарос ракушками, что нам не удалось снять судно с места. Оно только покачивалось на воде, как репа, выброшенная поваром, но не снималось с места. Голиоты, голландские двухмачтовые плоскодонные суда, также назывались небольшие галеры, которыми пользовались в XII веке для метания греческого огня, по сравнению с этой скорлупкой, были настоящими клиперами. Нечего было и думать, сняться с камней. А тут еще налетел ветер, сильный как ураган, и трепал нас нещадно сорок восемь часов подряд. Он сорвал наше судно и погнал его к суше в холодном рассвете бурного дня, по безжалостному морю, по которому ходили волны, как горы. Было самое холодное время зимы, и сквозь снежную метель мы могли разглядеть негостеприимный берег, если только это можно было назвать берегом, так все было размыто. Повсюду виднелись бесчисленные угрюмые острова и островки. За ними тускло маячили снеговые вершины. Повсюду торчали утесы, слишком крутые, чтобы задержать на себе снег. Острые мысы, зубцы и обломки камней, торчащие из кипящего моря. Название этой страны, которой нас несли волны, мы не знали, ибо ее никогда не посещали европейские мореплаватели. Эта береговая линия была чуть намечена на нашей карте. Приходилось заключить, что жители ее так же негостеприимны, как и та часть страны, которую мы могли окинуть глазом. Спарвер несло носом на утес. Здесь было довольно глубоко, и наш бушприт сломался от удара и отлетел прочь. Фок-мачта, разрывая снасти, рухнула вперед на скалу. Я искренне восхищался старым Иоганнесом Маркенсом. Огромная волна смыла нас прочь с высокой кормы, и мы застряли посередине судна, откуда с усилием стали пробиваться на бак. Прочие следовали за нами. Мы крепко привязали себя и пересчитали, сколько осталось всего людей. Нас было 18 человек. Остальные погибли. Иоганнес Маркенс, дотронувшись до меня, указал вперед на скалу, с которой водопадом падала вода. Я понял, на что он указывает. В 20 футах наша фок-мачта уперлась в выступ скалы. Над выступом виднелась расщелина. Он спрашивал меня, хватит ли у меня мужества прыгнуть с вершины мачты в расщелину. Расстояние иногда сокращалось до 6 футов, иногда же доходило до 20, ибо мачта шаталась, как пьяная, от бешеных раскачиваний кузова судна. Я начал взбираться на мачту. Но товарищи не стали ждать. Один за другим они отвязали себя и последовали за мной на опасную мачту. И нужно было торопиться, потому что в любой момент спарвер мог соскользнуть в глубокую воду. Я рассчитал свой прыжок и сделал его. Упав в расщелину и приготовившись подать руку помощи тем, кто прыгал за мной. Это была очень трудная работа. Мы промокли и наполовину замерзли на ветру. Кроме того, прыжки нужно было соразмерить с покачиваниями кузова и мачты. Первым погиб повар. Его сорвало с верхушки мачты, и он несколько раз перекувырнулся в воздухе при падении. Волна подхватила его и превратила в кашу ударами о камни. Кают Юнга, бородатый молодой человек лет 20 с чем-то, не удержался, соскользнул вдоль мачты и был притиснут к подножью скалы. Притиснут? В одно мгновение из него выдавила жизнь. Двое других последовали за поваром. Капитан Иоганнес Мартенс соскочил последним, и в расщелине оказалось 14 человек. Через час спарвер сполз со скалы и потонул в глубокой воде. Два дня и две ночи мы сидели и ждали смерти на этой скале, потому что не было возможности ни спуститься, ни подняться по ней. На третье утро нас нашла рыбачья лодка. Люди, сидевшие в ней, были одеты в грязные белые одеяния, и длинные волосы их были завязаны на макушке оригинальным узлом, брачным узлом, как я впоследствии узнал. Впоследствии же я узнал, что за такой узел очень удобно хватать одной рукой, в то время как другой рукой вы колотите туземца за неимение более убедительных доводов. Лодка направилась обратно в деревню за помощью, и понадобился почти целый день и усилия почти всех сельчан и их снасти, чтобы вызволить нас. Это были бедные, жалкие люди, и пищу их трудно было переносить даже желудку ко всему привыкшего моряка. Рис у них был бурый, как шоколад, наполовину смехиной. В нем попадалась солома и неподдающаяся определению грязь, которая часто заставляла нас останавливаться в процессе жевания, залезать в рот большим и указательным пальцами и вытаскивать всякую дрянь. Кроме того, они питались чем-то вроде проса и соленьями чрезвычайного разнообразия и остроты. Жили они в глинобитных хижинах под соломенными крышами. Под полом шли дымоходы, вытягивавшие кухонный дым и обогревавшие помещения для спанья. Здесь мы лежали и отдыхали несколько дней. Угощаясь их мягким и безвкусным табаком, который мы курили из крохотных трубок с чубуками длиной в ярд. Они угощали нас еще теплым, кисловатым, похожим на молоко, питьем, которое опьяняло только в огромных дозах. Выпив много галлонов этого пойла, я опьянел и начал петь песни по обычаю моряков всего земного шара. Ободренные моим успехом, ко мне присоединились товарищи, и скоро мы все ревели истошными голосами, забыв о снежном буране, завывавшем снаружи, забыв о том, что нас выбросило на неведомый заброшенный берег. Старый Иоганнес Мартенс ревел, хохотал и хлопал себя поляшком, как и все прочие. Хендрик Хэммл, холднокровный, уравновешенный голландец, брюнет с выпуклыми и черными глазами, бесновался, как и все мы, как пьяный матрос. Он бросал серебро, требуя все больше и больше молочного пойла. Мы безобразно вели себя, но женщины продолжали носить нам напиток, и чуть не вся деревня собралась в хижину смотреть на наши проделки. Я полагаю, белый человек потому победно обошел весь земной шар, что ко всему относился с безрассудной беспечностью. Побуждали же его к странствиям, разумеется, беспокойный дух и жажда наживы. И вот, капитан Иоганнес Мартенс, Хендрик Хэммл и двенадцать матросов шумели и безобразничали в рыбачьем поселке под музыку зимнего шторма, свирепствовавшего в Желтом море. Земля и люди Чо Сена не произвели на нас приятного впечатления. Если эти жалкие рыбаки образец здешних туземцев, то нетрудно понять, почему этих берегов не посещают мореплаватели. Однако, вскоре мы убедились, что не все туземцы таковы. Деревушка лежала на внутреннем островке, и должно быть, ее вожди послали доложить о нас на материк, ибо в одно прекрасное утро у берега бросили якорь три большие двухмачтовые джонки с косыми парусами из рисовых циновок. Когда лодки сампаны причалили к берегу, капитан Иоганнес Мартенс так и насторожился. Он опять увидел шелка. Фронтоватый кореец, весь в бледных шелках разных цветов, был окружен полдюжины угодливых слуг, также разодетых в шелка. Этот Кванг-Юнг-Джин, как оказалось впоследствии, был Янг-Бан или дворянин. Он был также министром или губернатором округа или провинции. Это значит, что он был назначен в эту провинцию и что он выколачивал в ней десятину, взяв налоги на откуп. На берегу виднелось целые сотни солдат, отправившихся в деревню. Они были вооружены трехзубыми острогами, копьями, секирами, а кое-кто кремниевыми ружьями такого размера, что на каждое ружье требовалось два солдата. Один нес и устанавливал треножник, на который клали дуло, а другой нес само ружье и зажигал порох в нем. Как я узнал впоследствии, иногда ружье стреляло, иногда же нет. Все это зависело от капризов ружейной полки и состояния пороха. Вот каким образом странствовал Кванг Юнг Джин. Деревенские вожди боялись его и раболепствовали перед ним, и не без оснований, как мы вскоре убедились. Я выступил переводчиком, ибо уже знал несколько десятков корейских слов. Он нахмурился и поманил меня в сторону. Меня это не смутило. Я был ростом не ниже его, тяжелее его на добрых тридцать фунтов, кожа у меня была белая, волосы золотистые. Повернувшись ко мне спиной, он обратился к старейшине деревни, а его шесть шелковых спутников составили между нами цепь. покуда он вел беседу, пришли еще солдаты с Джонок и принесли несколько дюймовых досок. Эти доски имели около шести футов в длину и двух в ширину и до половины были расколоты по длине. Посередине, но ближе к одному из концов, виднелось круглое отверстие чуть шире человеческой шеи. Кванг Юнг Джин отдал какой-то приказ. Несколько солдат приблизились к Тромпу, сидевшему на земле и облизывающему палец с ногтоедой. Тромп был очень глупый, с медленными движениями матрос, и не успел он напомниться, как одна из досок, раскрывшись как ножницы, окружила его шею и захлопнулась. Осознав свое положение, он заревел как бык и заметался так, что все бросились от него, чтобы он не задел их концами доски. Вот где начиналась наша беда, ибо ясно было, что Кванг Юнг Джин намерен всех нас заковать в колодки. Мы дрались голыми кулаками с сотней солдат и с таким же количеством сельчан, Акванг Юнг Джин стоял в стороне в своих шелках и смотрел на нас с царственным пренебрежением. Тут-то я и получил свое прозвище. Юнг Ик Могучий Я дрался еще долго после того, как все мои спутники были побеждены и закованы в доски. Кулаки у меня были твердые, как молоты, и я не лишен был ни мускулов, ни воли для работы ими. В своей радости я скоро убедился, что корейцы понятия не имеют о кулачном бое. Я их разбрасывал, как кегли, но я стремился добраться до Кванг Юнг Джина, и спасло его только вмешательство его спутников в тот момент, когда я кинулся на него. Это были рыхлые твари, причем они набросились на меня скопом. Я обратил их в кашу со всеми шелками, но их было так много. Они заслонялись от моих ударов просто своей численностью. Задние толкали на меня передних. И как же я их укладывал? Под конец они валялись у меня под ногами в три ряда друг на друге. «К к этому времени экипаж всех трех джонок и почти все деревенские жители навалились на меня так, что я чуть не задохнулся. Доску на меня надели очень скоро». «Боже великий, что же теперь?» говорил Фандерфорд, мой товарищ матрос, когда его подтащили к джонке. «Мы сидели на открытой палубе, как связанные куры, когда он задал свой вопрос, и через мгновение, когда джонка покачнулась от бриза, мы покатились по палубе с нашими досками, ободрав кожу на шее. А Кванг Юнг Джин с высокой кормы глядел на нас так, словно мы не существовали. Много лет после этого я дразнил Фандерфорта. Что теперь, Фандерфорд? В эту ночь он замерз на улице Кейджо. Его никто не хотел впустить в дом. Нас привезли на материк и бросили в вонючую, кишевшую насекомыми тюрьму. Так состоялось наше представление официальной части Чо Сэна. Но я за всех нас отомстил Кванг Юнг Джину в те дни, когда Дева Ом была благосклонна ко мне и власть находилась в моих руках. В тюрьме мы валялись много дней. Причину мы узнали впоследствии. Кванг Юнг Джин отправил Депешу в Кейджо, столицу Чо Сэна, с запросом императору относительно распоряжений на наш счет. Тем временем мы играли роль в зверинце. С рассвета до ночи наши решетчатые окна осаждались туземцами, ибо они никогда не видели людей нашей расы. Нашу публику составляла не одна черня. Знатные дамы, которых приносили в паланкинах кули, тоже хотели посмотреть белых дьяволов, выброшенных морем. И пока их прислужники отгоняли бичами простонародья, они подолгу и робко разглядывали нас. Мы же плохо видели их, ибо лица их по обычаю страны были закрыты покрывалами. Только танцовщицы, женщины из простонародья и старухи показывались на улице с открытыми лицами. Я часто думал о том, что Кванг Юнг-Джин наверное страдает несварением желудка и во время припадков срывает зло на нас. Во всяком случае, безо всякой причины, когда на него находил каприз, нас всех выводили на улицу перед тюрьмой и колотили палками под восторженные вопли толпы. Азиат жестокий зверь и зрелище человеческого страдания доставляет ему наслаждение. Как бы то ни было, мы отдохнули душой, когда избиения прекратились. Это было вызвано прибытием Кима. Ким, все, что я могу сказать о нем и лучшее, что могу сказать, это, что он был самый белый человек, когда-либо попадавшийся в Чосене. Он был начальником отрядов 30 человек. Когда я встретил его, позднее он командовал дворцовой гвардией и в конце концов умер за Деву Ом и за меня. Словом, Ким был Ким. Тотчас же, по его прибытию, с нас сняли колодки и поместили в лучшую гостиницу, какой могло похвастаться это местечко. Мы все еще были арестантами, но арестантами почетными, охраняемыми стражей из 50 конных солдат. На следующий день мы уже находились в пути по большой императорской дороге. 14 матросов ехали верхом на карликовых лошадях, которые водятся в Чосене, по направлению к самой столице Кейджо. Император, по словам Кима, выразил желание посмотреть на невиданных морских дьяволов. Путешествие это продолжалось много дней и растянулось на добрую половину длины Чосена с севера на юг. При первой смене седел я пошел побродить и посмотреть, как кормят карликовых лошадок. И то, что я увидел, заставило меня зареветь «Что теперь Фандерфорд?» Так, что сбежался весь народ. Пропасть мне на этом месте, если лошадей не кормили бобовым супом, вдобавок горячим и ничего другого во всю дорогу они не получали. Таков был обычай страны. Лошади были сущие карлики. Побившись об заклад с Кимом, я поднял на плечи одну из них, несмотря на ее виск и брыканье, так что люди Кима, уже слышавшие о моем новом имени, тоже стали называть меня Ии Йонг Ик, могучим. Для корейца Ким был рослый мужчина, корейцы вообще рослые, мускулистые нации, но схватываясь с ним один на один, я неизменно клал его на лопатки. Народ, раскрыв рот, глядел на борьбу и бормотал Ии Йонг Ик. До некоторой степени мы представляли странствующий зверинец. О нашем приближении становилось известно заранее, так что народ целыми деревнями сбегался к дороге глядеть на нас. Это была нескончаемая цирковая процессия. По вечерам в городах занимаемая нами гостиница осаждалась толпами, так что мы не имели покоя, пока солдаты не отгоняли их копьями и пинками. Но Ким первым делом созывал силачей и борцов деревни, чтобы полюбоваться, как я их сокрушаю и кладу в грязь. Хлеба нигде не было, но зато мы ели белый рис. От него плохо развиваются мускулы. Мясо, как мы уже убедились, собачье. Собак бьют в чосэне на мясо. И соленья невероятно острые, но превосходные, когда привыкнешь к ним. Получали мы также настоящий хороший напиток, не молочную жижу, а белую острую водку, перегоняемую из риса, одной пинты которой было достаточно, чтобы убить слабого человека, а сильного привести в безумно веселое настроение. В окруженном стенами городе Чонгхо я положил кима и городскую знать под стол, напоив их этим напитком, или вернее на стол, потому что стол был накрыт на полу, а мы сидели на корточках. Опять все бормотали ИИ, Йонг, ИК, и молва о моей доблести дошла до Кейджо и императорского дворца. Я скорее был почетный гость, чем узник и неизменно ехал рядом с Кимом, доставая длинными ногами почти до земли, а в грязь задевая подошвами землю. Ким был молод, Ким был благороден, Ким был универсален, он чувствовал себя как дома в любой стране. Мы с ним беседовали, смеялись и шутили весь день напролет, и добрую половину ночи. И я быстро усваивал новый язык. У меня был дар к изучению языков. Даже Ким изумлялся, как легко я овладел местным наречием. Я изучал корейские взгляды, корейские нравы и слабые места корейца. Ким учил меня песням о цветах, любовным песням, застольным песням. Одну такую застольную песню он сам сочинил, и я ее пытаюсь изложить в грубом переводе. В дни своей молодости Ким и некий Пак дали клятву воздерживаться от пьянства и часто нарушали эту клятву. В зрелом возрасте Ким и Пак пели «Нет, нет, убирайся, веселая чаша опять поднимает мою душу ввысь, я сам с собою борюсь, скажи, товарищ, не знаешь ли, где продается красное вино, не под тем ли персиковым деревом, не там ли, прощай же, друг, спешу туда. Хендрик Хэммелл, лукавый и оборотистый малый, даже поощрял меня в проделках, снискавших мне милость Кима, да и не одному мне, а через мое посредство Хендрику Хэммеллу и всей нашей компании. Здесь я упомянул о Хендрике Хэммеле как о моем советчике, ибо это имеет отношение ко многому, последовавшему в Кейджо, по части завоевания благосклонности Юнсана, сердце книжный Ом и снисходительности императора. Для игры, затеянной мной, у меня было достаточно воли и бесстрашия, отчасти и ума, но должен сознаться, что ум я больше всего заимствовал у Хендрика Хэммела. Так и совершили мы путешествие до самого Хэйджо, переезжая от стен одного города до стен другого. Но засыпанный снегом горной стране, усеянный бесчисленными плодородными земледельческими долинами, каждый вечер к закату сигнальные костры зажигались на всех горных пиках и бежали по всей стране. Ким любил наблюдать эту ночную картину. От всех берегов Чосэна, рассказывал Ким, эти цепочки огней и речи бегут в Хэйджо, принося вести императору. Один дымок означает, что в стране мир, два дымка означают восстание или иноземные нашествия. Мы все время видели только один дымок. И каждый раз, когда мы выезжали, Фандерфорд, замыкавший шествие, изумлялся. Великий Боже, что теперь? Кейджо оказался обширным городом, где все население, за исключением дворян или янгбанов, ходило в белом. По словам Кима, это было отличием касты. По степени чистоты или грязи одежды можно было сразу угадать, общественное положение человека. Само собой подразумевалось, что кули, имевший только одно платье, в котором он ходил, должен быть невероятно грязен. Само собой подразумевалось, что человек в безукоризненно белом одеянии должен обладать многими сменами платья и штатом прачек, поддерживающих его платье в ослепительной чистоте. Что касается янгбанов, носивших бледные разноцветные шелка, то они стояли выше прочих каст. Отдохнув в гостинице несколько дней, постирав наши платья и починив изъяны, причиненные крушением и странствиями, мы были призваны к императору. На огромном открытом пространстве перед дворцовой стеной возвышались колоссальные каменные статуи собак, больше смахивавших на черепах. Они сидели на массивных каменных пьедесталах высотой выше человеческого роста. Стены дворца были огромны и сложены из обтесанного камня. Они были так толсты, что могли сопротивляться самым мощным пушкам в течение года. Одни ворота были размерами с целый дворец и поднимались как пагода, отступающими назад этажами, причем каждый этаж был покрыт черепичной кровлей. Фронтоватые гвардейцы стояли у входа. Ким объяснил мне, что это тигровые охотники Пьенг Янга, самые свирепые и страшные бойцы в Чосене. Но довольна об этом. Для полного описания императорского дворца не хватило бы и тысячи страниц. Скажу только, что здесь мы увидели власть в ее материальном величии. Только очень древняя мощная цивилизация могла создать эти широкостенные со многими фронтонами царственные постройки. Нас, матросов, повели не в зал для аудиенций, но, как нам показалось, в зал для пиршеств. Пир подходил к концу, и собравшиеся находились в веселом расположении духа. И какая же это была толпа. Высокие сановники, принцессы крови, дворяне с мечами, бледные жрецы, загорелые воины высоких чинов, придворные дамы с открытыми лицами, накрашенные ки-санг, танцовщицы, отдыхавшие в этот момент от танцев, и дуэньи, поджидавшие девушек, воспитательницы, надирающие за их поведением. Евнухи, лакеи и дворцовые рабы, целая гвардия. Но все отошли от нас, когда император со свитой приблизился, чтобы поглядеть на нас. Это был веселый монарх, особенно для азиата. Литами он был старше сорока, с чистой бледной кожей, никогда не знавший загара, с брюшком и слабыми ногами. Но когда-то это был мужчина хоть куда. Об этом свидетельствовал его благородный лоб. Глаза, однако, у него были гноящиеся, с тонкими веками, губы тряслись и кривились от постоянных излишеств, которым он предавался. Эти излишества, как я впоследствии узнал, в значительной степени придумывались и поощрялись Юнсаном, буддийским жрецом, о котором я ниже расскажу подробнее. Мы в наших матросских костюмах представляли пеструю толпу, и пестрая толпа нас окружила. Изумленные восклицания при виде нашей странной наружности сменилось хохотом. Кисанг бросились к нам толпой, вертели нас во все стороны, нападая на каждого из нас по две и по три, водили нас по залу, как пляшущих медведей, и заставляли нас выделывать разные штуки. Да, это было оскорбительно, но что же мог сделать бедный матрос? Что мог поделать старый Иоганнес Мартенс против целой гирлянды смеющихся девушек, обступивших его, дергающих его за нос, щипавших за руки, щекотавших под ребрами так, что он волей-неволей подпрыгивал. Чтобы избавить нас от этой пытки, Ганс Амден, расчистив местечко, исполнил неуклюжий голландский танец, при виде которого придворные так и катились со смеху. Все это оскорбляло и меня, которому Ким в течение многих дней был равноправным и славным товарищем. Я оказал сопротивление смеющимся Ки Санг. Расставив ноги и скрестив руки на груди, я крепко уперся на месте. Ни щекотания, ни щипки не могли нарушить мою невозмутимость. И меня оставили ради более легкой добычи. «Ради Бога, дружище, произведи внушительное впечатление», пробормотал Хендрик Хэммл, пробравшись ко мне и таща за собой трех кисанг. Неудивительно, что он бормотал, ибо всякий раз, как он раскрывал рот, в него напихивали сладости. «Избавь нас от этого безумия», умолял он, мотая головой во все стороны, чтобы увернуться от пальчиков, державших сладости. «Мы должны соблюдать достоинства, понимаешь ты, достоинства, иначе мы погибли, они превратят нас в ручных животных, в игрушки, когда мы им надоедим, они нас выбросят вон». «Ты действуешь правильно, держись, не сдавайся, требуй уважения, уважения ко всем нам». Последние слова я едва мог разобрать, ибо к тому времени Ки-Санг совершенно забили его рот сладостями. Как я уже говорил, я был наделен и волей, и бесстрашием, и усиленно работал своими матросскими мозгами, ища выхода. Дворцовый евнух, щекотавший мне перышком затылок, подал мне мысль. Я уже обратил на себя внимание своей невозмутимостью и нечувствительностью к атакам Ки-Санг, так что многие возлагали теперь надежды на то, что евнух меня раздразнит. Я не подавал знака, не делал движения, пока не соразмерил отделявшего нас расстояние. И тогда, с молниеносной быстротой, не повернув ни головы, ни туловища, а просто вытянув руку, я повалил его одним ударом руки наотмаш. Тыльная часть моей руки пришлась по его щеке и челюсти. Послышался треск, как от бруса расколовшегося в шторм. Евнух отлетел прочь и безжизненной кучей рухнул на пол шагах в десяти от меня. Смех прекратился, послышались крики изумления, бормотания и шепот ИИ и Йонг ИК. Опять я скрестил руки и застыл в той же высокомерной позе. Должно быть во мне Адами Стренги, между прочим, сидела и душа актера. И смотрите, что вышло. Теперь я был самым выдающимся лицом в нашей компании. Пренебрежительно, не к дрогнувшим взглядам я встречал устремленные на меня глаза и заставлял их отворачиваться. Опускались или отворачивались все глаза, кроме одной пары. Это были глаза молодой женщины, в которой по богатству ее наряда и по полдюжине женщин, толпившихся за ее спиной, я признал знаменитую придворную даму, и действительно, это была княжна, дева Ом, принцесса дома Мин. Я сказал, молодая, ей было столько же, сколько мне, тридцать лет, несмотря на свою зрелость и красоту, она была не замужем, как мне пришлось узнать. Только она бесстрашно глядела в мои глаза, пока я сам не отвернулся в сторону. Во взоре ее не было ни вызова, ни вражды, одно только восхищение. Мне не хотелось признать свое поражение перед маленькой женщиной, и глаза мои, отвернувшись в сторону, поднялись на униженную группу моих товарищей и осаждавших их кисанг, и дали мне необходимый предлог. Я хлопнул в ладоши на азиатский манер, как хлопают отдавая приказы. Перестать, прогремел я на туземном языке, тоном, каким приказывают подчиненным. О, у меня была громкая и грубая глотка, и я умел реветь так, что оглушал. Я убежден, что такой громкий приказ никогда еще не потрясал священного воздуха императорского дворца. Огромная палата остолбенела. Женщины вздрогнули и прижались друг к другу, словно ища спасения. Кисанг оставили в покое матросов и с трусливым хихиканьем удалились прочь. Только княжна Ом не шевельнулась и продолжала глядеть широко раскрытыми глазами в мои глаза, которые я вновь устремил на нее. Наступило глубокое безмолвие, словно в ожидании приговора. Множество глаз робко перебегали с императора на меня и с меня на императора. У меня хватило благоразумия безмолвствовать и стоять, скрестив руки в надменной и отчужденной позе. «Он говорит на нашем языке», промолвил наконец император, «и я готов поклясться, что все вздохнули одним огромным вздохом облегчения». «Я родился, уже зная этот язык», отвечал я, ухватившись своим матросским умишком за первую невозможную соломинку, которая мне попалась. Я говорил на нем у груди своей матери. Я был чудом в моем кругу. Мудрецы приходили издалека увидеть и послушать меня, но никто не знал слов, которые я произносил. За долгие годы, протекшие с той поры, я многое позабыл, но теперь в Чосене слова возвращаются ко мне, как давно забытые друзья. Я без сомнения произвел впечатление. Император проглотил слюну и долго кривил губы, пока промолвил. Как ты это объясняешь? Случайностью, отвечал я, продолжая следовать капризному пути своей выдумки. Боги рождения сделали оплошность и послали меня в далекий край, где меня вскормил чужой народ. Я кореец и теперь, наконец, прибыл домой. Послышались возбужденные перешептывания. Император обратился к Киму. Он всегда был таким, с нашей речью на устах, с первой минуты, как вышел из моря, солгал Ким, поддержав меня, как добрый товарищ. Принесите мне одежды Янг-Бана, как то подобает, перебил я его, и вы увидите. И когда меня повели, я обернулся к Ки-Санг и сказал, оставьте моих рабов в покое, они совершили длинное путешествие и устали, они мои верные рабы. В другой комнате Ким помог мне переодеться, выслав вон лакеев и наскоро дал мне необходимые инструкции. Он также мало знал, к чему я гну, как и я сам, но он был славный парень. Забавное дело, когда я вернулся в толпу и начал говорить на корейском языке, который, как я утверждал, заржавел, будто бы от долгого неупотребления, Хендрик Хэммл и прочие слишком тупые на изучении новых языков не поняли ни одного слова, произносимого мной. «Во мне течет кровь дома Кориу», объявил я императору, правившего в Сонга много лет тому назад, когда мой дом возник на разваленных силы. «Эту древнюю историю рассказал мне Ким в течение наших долгих странствий, и теперь он с трудом удерживался от смеха, слушая, как я с добросовестностью попугая повторял его сказки. А это продолжал я, когда император спросил меня о моих спутниках, это мои рабы, все за исключением этого старика, и я указал на Иоганнеса Мартенса. Он сын вольно отпущенника. Я приказал приблизиться Хендрику Хэмелу. Этот, продолжал я фантазировать, родился в доме моего отца от рабыни, родившейся там же. Мы близки с ним. Мы одного возраста, родились в один и тот же день, и в этот день отец подарил мне его. Впоследствии, когда Хендрику Хэмелу не терпелось узнать, о чем я разговаривал, и я рассказал ему обо всем, он немало корил меня и даже злился. Сало брошено в огонь, Гендрик, ответил я, то, что я сделал, я сделал, не подумав, и потому, что нужно же было что-нибудь сказать, но дело сделано, ни я, ни ты не можем вернуть Сало, нужно теперь играть свою роль как можно правдоподобнее. Брат императора, Тайвун, был олох из олухов, и ночью он пригласил меня на попойку. Император пришел в восторг и приказал дюжине самых знатных олухов принять участие в этой попойке. Женщин отпустили, и мы начали пить чашу за чашей. Кима я удержал при себе, и в середине пира, несмотря на хмурые намеки Хендрика Хэммела, я отпустил его и всю компанию, сперва потребовав и получив комнату во дворце вместо гостиницы. На следующий день во дворце только и говорили, что о моих подвигах на попойке, ибо Тайвун и все его чемпионы храпели в повалку на циновках, а я без посторонней помощи добрался до своей постели. Впоследствии, когда многое переменилось, Тайвун ни разу не позволил себе усомниться в моем праве на корейское происхождение. Только кореец, утверждал он, может обладать столь крепкой головой. Дворец представлял целый город, и нас поместили в павильоне, стоявшем особняком. Княжеские покои отвели, разумеется, мне, а Хэммел, Мартенс и матросы, не перестававшие ворчать, должны были довольствоваться остальной частью помещения. Меня позвали к Юнсану, буддийскому жрецу, о котором я уже упоминал. Мы впервые видели в этот раз друг друга. Даже Кима он удалил от меня, и мы сидели одни на пушистых циновках в скудно освещенной комнате. Боже, что за человек, что за умница был этот Юнсан. Он подверг меня основательной проверке. Он знал многое о других краях и местах, о которых никто в Чосене и не подозревал. Поверил ли он сказке о моем происхождении? Я не мог этого узнать, ибо лицо его было невозмутимо, как вылитое из бронзы. О чем думал Юнсан, было известно лишь ему самому, но в нем, в этом убого одетом и тощем жреце, я угадывал силу, приводившую в движение все прочие силы во всем дворце и во всем Чосене. Из разговора я понял также, что я ему нужен. Подсказала ли это ему дева Ом? Эту трудную задачу я задал Хендрику Хэмелу. Я мало над чем задумывался и еще менее заботился, ибо жил всегда минутой, а думы и беспокойство предоставлял другим. Я окликнулся на призывы девы Ом и последовал за Гладкалицем с кошачьей поступью Евнухом тихими закоулками дворца в ее покое. Она жила так, как полагается жить принцессе крови. Ей также был отведен особый дворец среди лотосовых прудов, где росли леса трехсотлетних, но карликовых деревьев, не достигавших мне до пояса. Бронзовые мостики, словно отделанные ювелирами, перекидывались через линейные пруды, и бамбуковая роща отделяла ее дворец от прочих дворцов. У меня закружилась голова. Хоть и простой матрос, я знал, однако, женщин, и в том, что Дева Ом за мной послала, угадывал нечто большее, чем праздное любопытство. Мне известны были примеры любви между простолюдинами и царицами, и я думал, не случится ли со мной такая же история. Дева Ом не тратила даром времени, ее окружали женщины, но она так же мало стеснялась их присутствием, как погонщик стесняется своих лошадей. Я сидел рядом с ней на мягких циновках, превративших комнату в какое-то ложе, а она угощала меня вином и сладостями, поданными на крохотных, не выше фута, столиках, выложенных перламутром. Боже, стоило мне только заглянуть в ее глаза. Но погодите, не заблуждайтесь, дева Ом была не глупая женщина. Я уже говорил, что она была одного со мной возраста. Ей было полных тридцать лет, и в ней заметна была степень зрелого возраста. Она знала, что ей нужно, и знала, чего не нужно. По этой причине она и не выходила замуж, хотя весь этот азиатский двор оказывал на нее давление, тщетно пытаясь заставить ее выйти замуж за Чонг Монг Джу. Он находился в дальнем родстве с великим родом Мин, был не глуп и так жадно домогался власти, что это всполошило Юн Сана, которому хотелось удержать свою власть в своих руках и сохранить в Чосене установленный порядок. Таким образом, Юн Сан сделался союзником Девы Ом, спасая ее от родственника и используя для того, чтобы остричь ему крылья. Но довольно об интригах. Много прошло времени, пока я узнал и десятую часть их, да и то главным образом, благодаря излияниям Девы Ом и догадкам Хендрика Хэммела. Дева Ом была сущий цветок. Такие женщины редко рождаются на свет едва ли два раза в столетие. Ни правила, ни условности не смущали ее. Религия была для нее рядом абстрактных понятий, отчасти заимствованных у Юн Сана, отчасти выработанных ею самой. Вульгарная религия, пошлая, грубая, религия народа, была просто способом удерживать трудящиеся миллионы на работе. У Девы Ом была сильная воля и сердце совсем женское. Она была красавицей, да, красавицей, согласно всем существующим на свете понятиям о красоте. Большие черные глаза ее не были раскосы и узки, как у азиатов. Правда, глаза были продолговатые и поставленные не прямо, а чуть-чуть наклонно, что придавало ей большую пикантность. Я уже говорил, что она была не глупа. Смотрите же, раздумывая над возникшим небывалым положением принцессы и матроса, связанных любовью, которая грозила разрастись, я неустанно следил за тем, чтобы не уронить своего достоинства. В начале этого первого свидания я упомянул то, о чем сказал всему двору, именно, что в действительности я чистокровный кореец древнего рода кориу. Полно, проговорила она, ударив меня по губам своим веером из павлиньих перьев. Нечего рассказывать детские сказки. Знай, что для меня ты и лучше и выше какого бы то ни было дома кориу. Ты? Она сделала паузу, а я ждал, наблюдая, как в ее глазах созревало смелое решение. Ты мужчина, докончила она. Даже в грезах моих мне не снилось, что может существовать такой мужчина. Боже, боже, что мог в этом случае сделать бедный матрос? Должен сознаться, что этот матрос покраснел под своим морским загаром, а глаза Девы Ом лукаво и задорно смеялись, и руки мои сами собой чуть не обхватили ее. Но она хлопнула в ладоши, позвав своих наперсниц, и я понял, что на этот раз аудиенция кончилась. Я понял также, что будут другие аудиенции, непременно будут другие. К Гаммелю я вернулся закружившейся головой. Женщина, проговорил он, подумав. Он поглядел на меня и испустил завистливый вздох, насчет которого не могло быть ошибки. Твое счастье, Эдам Стрэнг, что у тебя бычья глотка и желтые волосы. Вот перед тобой игра, дружище. Веди ее, и всем нам будет хорошо. Веди игру, я научу тебя, как. Я ощетинился. Хоть и матрос, я все же был мужчина, и никому не хотел быть обязан своим успехом у женщины. Хендрик Хэммл был, правда, одно время половинным владельцем старого Снарвера, знал мореходную астрономию, был начитан, но что касается женщин, я мог поучить его. Он усмехнулся своими тонкими губами и спросил, как тебе нравится княжна Ом? Таких вещах матрос не бывает, разборчив, ответил я. «Как она тебе нравится», повторил он, уставившись на меня своими выпуклыми глазами. «Ничего, даже очень не дурна, если хотите знать». «Тогда добейся ее», приказал он, «и в один прекрасный день мы получим судно и улизнем из этой проклятой страны. Я бы отдал половину шелков Индии за добрый христианский обед». Он пристально посмотрел на меня. «Как ты думаешь, можешь ты добиться ее любви?» спросил он. Я чуть не подскочил при этом вопросе. Он удовлетворительно улыбнулся. «Но не торопись», посоветовал он. «Поспешишь, людей насмешишь? Дорожись, не будь расточителен в ласках, заставь ценить свою бычью глотку и желтые волосы, и счастье, что они у тебя есть, ибо в глазах женщин они стоят больше, чем мысли десятков философов». Последовавшие дни мне вспоминаются как какой-то непрерывный вихрь, аудиенции у императора, попойки с Тайвуном, совещания с Юнцаном и часы с Девой Ом. «Кроме того, добрую половину ночи по распоряжению Гамеля я проводил за тем, что выуживал у Кима все мелочи придворного этикета и манер, знакомился с историей Кореи, с древними и новыми богами, с фразеологией высоких сфер, дворянства и простонародья. Никогда, вероятно, простой матрос не работал так усердно. Я был куклой, куклой Юнцана, которому был нужен, куклой Гамеля, сокровенные цели и мысли которого были так глубоки, что я, наверное, потонул бы в них. Только с Девой Ом я был человеком, а не куклой. И все же, оглядываясь теперь назад и думая обо всем, я начинаю сомневаться. Я думаю, что и Дева Ом вертела мною, как хотела, утоляя желание своего сердца. Это ей было не трудно, ибо очень скоро она стала желанием моего сердца и так сильно было это желание, что ни ее воля, ни воля Гамеля или Юнцана не могли помешать мне заключить ее в мои объятия. Между тем, я оказался замешанным в дворцовую интригу, глубину которой я не в состоянии был измерить. Я мог только угадать основное ее направление против Чонг-Монг-Джу, царственного родственника Девы Ом. Я не знал о существовании бесчисленных клик дворца, запутанных как лабиринт, и простиравших свое влияние на все семь берегов. Но меня это мало тревожило. Я предоставил это Хендрику Хэмелу. Я ему сообщал до малейших деталей все, что происходило в его отсутствии, а он, нахмурив брови, сидел целыми часами и как терпеливый паук распутывал нити свежесплетенных сетей. Будучи моим телохранителем, он настаивал на необходимости всюду сопутствовать мне. Только иногда ему в этом препятствовал Юн Сан. Разумеется, я не подпускал его в минуты свиданий с Девой Ом, но в общем рассказывал ему все, что между нами происходило, за исключением минут нежности, которые его не касались. Я думаю, что Хэмл был доволен тем, что сидел в тени и вел свою тайную игру. Он был достаточно хладнокровен, чтобы понять, что риск лежал на мне. Если я буду благоденствовать, будет благоденствовать и он. Если я потерплю неудачу, он может улизнуть, как хорек. Я убежден, что именно так рассуждал он, и все же, как вы убедитесь, что в конце концов не спасло его. Стой за меня, говорил Якиму, и все, что пожелаешь, будет твоим. Чего тебе хочется? Я хотел бы командовать тигровыми охотниками Пьенг-Янга, а вследствие этого и командовать дворцовой стражей, отвечал он. Подожди, сказал я, и ты этого добьешься. Я обещаю. Но как? В этом-то и была вся загвоздка. Впрочем, тот, у кого ничего нет, может дарить хоть целый мир. Я, ничего не имевший, дарил Киму чин капитана дворцовой стражи. Лучше всего было то, что я сдержал свое обещание. Ким получил командование над тигровыми охотниками, хотя это и не привело к добру. Интриги и заговоры я предоставил Гамелю и Юн Сану. Это были политики. Я был просто мужчина и любовник и проводил время куда веселее их. Представьте себе картину. Истрепанный бурями жизнерадостный матрос, безответственный, не знающий ни прошлого, ни будущего, пьет и обедает с царями. Он любовник принцессы и мозги Гамеля и Юн Сана ведут за него всю умственную работу. Не раз случалось, что Юн Сан почти разгадывал мои мысли, но когда он подверг испытанию Гамеля, тот проявил себя тупым рабом, которому в тысячу раз менее интересны государственные дела и политика, чем мое здоровье и удобство, и который занят только тем, как бы удерживать меня от попоек с тайвуном. Я думаю, Дева Ом угадывала истину и держала ее про себя. Она желала не ума, но, как выразился Хэмил, бычьей шеи и желтых волос мужчины. Я не буду распространяться о том, что происходило между нами, хотя Дева Ом давно драгоценный прах столетий. Ни я к ней, ни она ко мне, оба мы не могли остаться равнодушными, а уж раз мужчина и женщина понравились друг другу, то пусть падают головы и рушатся царство, они не погибнут. С течением времени начали поговаривать о нашем браке, разумеется, сперва потихоньку, вначале это были лишь дворцовые сплетни в дворцовых углах между евнухами и горничными, но во дворце сплетни кухонных судомоек доползают до трона, и скоро поднялась порядочная сумятица. Дворец был пульсом всей державы Чо Сен, и когда дворец зашевелился, задрожал и Чо Сен, и этому были причины. Наш брак был бы ударом прямо в лоб Чонг-Монг-Джу, и он стал бороться с энергией, которой уже приготовился Юнг-Сан. Чонг-Монг-Джу взбудоражил добрую половину провинциальных жрецов. Они пошли огромной в милю процессии к дворцу и довели императора до паники. Но Юнг-Сан стоял как скала. Вторая половина провинциальных жрецов была за него, и вдобавок жреческое сословие больших городов, как Кей-Джо, Фузан, Сонг-До, Пьенг-Янг, Ченампо и Чамульпо. Юнг-Сан и Дева Ом, сговорившись, ловко обошли императора. Впоследствии Дева Ом призналась мне, что застращала его слезами, истериками и угрозой скандала, которые мог бы пошатнуть его трон. В довершении всего, в удобный психологический момент, Юнг-Сан засыпал императора новшествами, которые давно подготавливал. «Ты должен отрастить себе волосы и завязать их брачным узлом», предупредил меня Юнг-Сан, и в его величавом взоре засверкали лукавые искры. Неприлично ведь было выходить принцессе замуж за матроса или даже за претендента на кровное родство с древним родом Кориу, но лишенного власти, земли и каких бы то ни было признаков ранга. И вот императорским декретом было объявлено, что я принц Кориу. Затем четвертовали и обезглавили тогдашнего губернатора пяти провинций, приверженца Чонг-Монг-Джу, а меня назначили губернатором семи внутренних провинций древнего Кориу. Чонг-Сен и семерка магическое число. Для округления цифры две провинции были отняты у двух других приверженцев Чонг-Монг-Джу. Боже, боже, матрос. И вот он шествует к северу по дороге мандаринов с пятью сотнями солдат и свитой. Я стал губернатором семи провинций, где меня ждали пятьдесят тысяч войска. Жизнь, смерть и пытка зависели от одного моего слова. У меня были казна и казначейство, не говоря еще о целом полчище туземцев. Ждала меня и целая тысяча откупщиков, выколачивавших гроши из трудящегося народа. Семь провинций составляли северную часть страны. За ними лежала нынешняя Манчжурия, в ту пору называвшаяся страной Хонг-ду или Красных Голов. Это была страна диких разбойников, иногда большими массами переходивших реку Ялу и наводнявших северную часть Чосена, как саранча. Говорили, что они людоеды. Я по опыту знаю, что они были страшные бойцы, почти непобедимые. Этот год пролетел как вихрь. Пока Юнг-Сан и Дева Ом в Кей-Джо довершали поражение Чонг-Монг-Джу, я занялся созданием собственной репутации. Разумеется, за моей спиной стоял Хендрик Хэмл, но для посторонних глаз главным действующим лицом был я. При моем посредничестве Хэмл учил наших солдат муштровки и тактики, и изучал стратегию Красных Голов. Война была жестокая, и хотя она отняла год, но в конце этого года мир воцарился на северной границе, и по нашу сторону реки Ялу не осталось ни одной живой Красной Головы. Не знаю, записан ли набег Красных Голов в западной истории, если записан, то можно определить точно, о каких временах я пишу. И еще другой ключ для определения времени. Когда Хидеюши был шогуном Японии? Шогун Сиогун с 3 века высшее должностное лицо в Японии, а с 12 по 19 века управитель Японии при малолетнем императоре. Император, достигший совершеннолетия, устранялся и заменялся опять малолетним, так что фактически Япония управлялась в этот период шогунами, власть которых переходила по наследству. В мое время я слышал отголоски двух набегов, за одно поколение до меня, произведенных Хидеюши через самое сердце Чосена, от Фузана на юг и до Пьенк Янга на север. Это тот Хидеюши, который отправил в Японию уйму бочек с солеными ушами и носами корейцев, убитых в бою. Я беседовал со многими стариками и старухами, видевшими это сражение и счастливо избежавшими засолки. Но вернемся к Кейджо и Деви Ом. Боже, боже, что это была за женщина. Сорок лет она была моей женой. Ни одного голоса не поднялось против нашего брака. Чонг Монг Джу, лишенной власти, впавший в немилость, удалился брюзжать в какой-то далекий закоулок на северо-восточном побережье. Юн Сан стал абсолютным владыкой. По ночам одиночные столбы дыма разносили весть о мире по всей стране. Благодаря непрерывным перам и бражничьем, которые организовывал хитроумный Юн Сан, император все больше слабел ногами и зрением. Дева Ом и я победили по всей линии. Ким командовал дворцовой стражей, Кванг Юнг Джина провинциального губернатора, который отколотил нас и забил в колодки, когда нас выбросило на берег, я лишил власти и навсегда прогнал от стен Кейджо. Айоганнес Мартенс Дисциплина хорошо вколочена в голову матроса, и я, несмотря на свое нынешнее величие, никак не мог забыть, что когда-то, в те дни, когда мы отыскивали новую Индию на Спарвере, он был моим капитаном. Согласно басне, которую я рассказал при дворе, он был единственный вольный человек в моей свите. Остальные матросы, на которых смотрели как на моих рабов, не могли, разумеется, претендовать на какие бы то ни было должности. Но Иоганнес мог претендовать и претензию эту заявил. О, старая хитрая лисица! Я мало понимал его намерения, когда он попросил меня сделать его губернатором жалкой крохотной провинции Кионг-Джу. Кионг-Джу не могла похвалиться ни плодородными полями, ни рыбными ловлями. Собиравшиеся с этой провинцией налоги едва покрывали расходы по взиманию их, и губернаторство в ней было в сущности почетным титулом, лишенным содержания. Провинция по-настоящему была кладбищем, священным кладбищем, правда, ибо на Табонгских горах были построены жертвенники и похоронены кости древних царей силы. Про себя я подумал, лучше быть губернатором Кионг-Джу, чем вассалом Адама Стрэнга. Не подозревал я в то время, что Мартенс взял с собой четырех матросов не из боязни скуки. После этого прошло два чудесных года. Я управлял своими семью провинциями главным образом при помощи небогатых янгбанов, которых выбрал для меня Юн Сан. От меня только требовалось время от времени инспекторская поездка в полном параде и в сопровождении книжной Ом. На южном берегу у нее был летний дворец, который мы часто посещали. Там я предавался забавам приличествующим мужчине. Я сделался покровителем спорта борьбы и воскресил среди янгбанов угасшее искусство стрельбы из лука. Кроме того, в северных горах можно было охотиться на тигров. Замечательны были приливы в Чосене. На нашем северо-восточном побережье вода поднималась и падала всего на какой-нибудь фут, но на западном берегу отлив достигал 60 футов. Чосен не вел торговли с чужими странами и не видал иноземных купцов. Сами корейцы не ездили никуда за море и никакие иностранные суда не подходили к берегам Чосена. Это было результатом политики изоляции, проводившейся с незапамятных времен. Только раз в 10 или 20 лет приезжали китайские послы, но они приезжали по суше вокруг Желтого моря, через страну Хонгду и по дороге мандаринов в Кейджо. Этот кружной путь отнимал целый год. Являлись они для того, чтобы требовать от нашего императора пустого церемониала признания древних прав верховного владычества Китая. Тем временем Хэмл, долго размышлявший, созрел наконец для действий. Планы его развивались быстрым темпом. Для него Чосен был Индией, если как следует обработать страну. Он мало откровенничал со мной, и лишь когда он начал добиваться того, чтобы меня сделали адмиралом корейского флота Джонок и мимоходом осведомляться о том, где хранится императорская казна, я смекнул в чем дело. Но мне не хотелось уезжать из Чосена без княжны Ом. И когда я намекнул ей на это, она прижалась ко мне и ответила, что я ее царь, и куда бы я ее не повел, она за мной последует. И вы увидите, что то, что она сказала, было глубокой правдой. Юн Сан сделал большую оплошность, оставив живых Чонг Монг Джу. Впрочем, нельзя сказать, что это была оплошность со стороны Юн Сана. Он просто не посмел поступить иначе. Отлученный от двора, Чонг Монг Джу, тем не менее, был слишком популярен среди провинциального духовенства. Юн Сан вынужден был удержать занесенную руку, а Чонг Монг Джу, по видимости, безропотно живший на северо-восточном берегу, в действительности не оставался праздным. Его эмиссары, главным образом буддийские жрецы, рассеялись по всей стране и вербовали для него самых загнанных провинциальных чиновников. Обдумывать и выполнять грандиозные и сложные заговоры можно было только при холодном терпении азиата. Дворцовая клика приверженцев Чонг Монг Джу так усилилась, как Юн Сан и представить себе не мог. Чонг Монг Джу подкупил даже дворцовую стражу тигровых охотников из Пьенг Янга, которыми командовал Ким. И в то время, как Юн Сан колебался, в то время, как я отдавался спорту и княжне Ом, а Хендрик Хэммл вырабатывал планы ограбления императорского казначейства и Иоганнес Мартенс обдумывал соответственные планы насчет могил на Табонг ских горах, вулкан замыслов Чонг Монг Джу накапливал энергию, все еще ничем не выдавая себя. Боже, боже, какая разразилась буря. Оставалось только одно «Все на борт и спасай шкуру». И много было шкур, которых не удалось спасти. Заговор разразился преждевременно. В сущности, катастрофу ускорил Иоганнес Мартенс. То, что он сделал, было слишком на руку Чонг Монг Джу, чтобы тот не воспользовался. Представьте себе, жители Чосена фанатично преданы культу предков, а этот старый жадный голландский пират со своими четырьмя матросами в далеком Кионг Джу задумал ни больше, ни меньше, как ограбить могилы царей древней силы, погребенных в золотых гробах. Сделали они это ночью и до утра пробирались к берегу. Но на следующий день на землю спустился густой туман, они заблудились и не нашли дороги, к ожидавшей их Джонке, которую Иоганнес Мартенс тайком подготовил и оснастил. Он и его матросы были остановлены Ин Сун Сином, местным судьей, одним из приверженцев Чонг Монг Джу. Только Герману Тромпу удалось улизнуть в тумане, и много времени спустя он рассказал мне о происшествии. В эту ночь Кей Джо и весь двор спали, ничего не ведая, хотя известие о святотатстве уже побежало по Чо Сену, и добрая половина северных провинций восстала против своих чиновников. По приказу Чонг Монг Джу ночные костры свидетельствовали о том, что в стране мир. Каждую ночь зажигались такие костры, между тем, как посланцы Чонг Монг Джу днем и ночью загоняли до смерти лошадей на всех дорогах Чо Сена. Мне довелось увидеть, как его гонец прибыл в Кейджо. Были сумерки. Выходя из больших ворот столицы, я увидел, как пала загнанная лошадь и измученный ездок пошел пешком. Я не подозревал, что этот человек несет с собой мой приговор. Привезенные им вести послужили сигналом к дворцовой революции. Я должен был вернуться только к полуночи, а к полуночи все уже было сделано. В девять часов вечера заговорщики захватили императора в его личных покоях. Они заставили его немедленно созвать всех министров, и когда те один за другим появились, их зарубили на его глазах. Тем временем восстали тигровые охотники и перестали повиноваться. Юнсана и Хендрика Хэммела жестоко избили мечами плашмя и посадили в тюрьму. Семерым матросам удалось бежать из дворца вместе с княжной Ом. Это удалось им благодаря Киму, который с мечом в руке загородил путь своим собственным тигровым охотникам. Его изрубили и перешагнули через тело. К несчастью, он не умер от этих ран. Как вихрь в летнюю ночь революция, разумеется, дворцовая революция, пронеслась и стихла. Чонг-монг Джу очутился на вершине власти. Император утверждал все, чего требовал Чонг-монг Джу. Чо Сен хранил спокойствие и только ахал, узнав об осквернении царских могил и рукоплескал Чонг-монг Джу. Повсюду падали головы чиновников, которых Чонг-монг Джу заменял своими приверженцами, но против династии народ не восстал. А с нами вот что случилось. Иоганнаса Мартенса и его трех матросов выставили плевкам черни половины деревень и городов Чо Сена, а потом зарыли в землю по самую шею на открытой площадке перед воротами дворца. Им давали пить. Чтобы еще сильнее хотелось есть, перед ними ставили и каждый час меняли дымящиеся вкусные яства. Говорят, старый Иоганнас Мартенс жил дольше всех, испустив дух лишь через пятнадцать дней. Кима медленно измучили палачи, отнимая кость за костью и сустав за суставом, и он нескоро умер. Гамеля, в котором Чонг Монг Джу угадал моего наушника, казнили лопаткой, быстро и ловко заколотили насмерть под восторженные вопли подонков Кейджо. Юн Сану дали умереть мужественной смертью. Он играл в шахматы со своим тюремщиком, когда прибыл гонец от императора, или вернее от Чонг Монг Джу с чашей яду. Погоди немного, проговорил Юн Сан, нельзя отрывать человека во время партии игры в шахматы. Я выпью, как только кончу партию. И покуда гонец ждал, Юн Сан окончил партию, выиграл ее, а потом осушил чашу. Только азиат способен придумать настойчивую, неотвязную пожизненную смерть. Такую месть придумал Чонг Монг Джу для меня и княжный Ом. Он не умертвил нас, даже не заключил в тюрьму. Княжну Ом он лишил ранга и всего имущества. По всему Чосену до последней деревушки был обнародован и прибит императорский указ о том, что я происхожу из дома Кориу и никто не смеет убивать меня. Дальше было объявлено, что семерых матросов, оставшихся в живых, также нельзя убивать, но им нельзя было оказывать и милосердие. Они должны были сделаться отверженцами, нищими большой дороги. И мы с княжной Ом тоже стали нищими большой дороги. Последовало сорок долгих лет преследований. Ненависть Чонг Монг Джу к княжне Ом и ко мне была неумолима, как смерть. На наше несчастье судьба даровала ему долгую жизнь и нам также. Я уже говорил, что княжна Ом была чудо, а не женщина. У меня нет более красноречивых слов, и я могу только повторить эти слова. Я слыхал, одна знатная дама как-то сказала своему возлюбленному, с тобой хоть шалаш и корка хлеба. В сущности, эта самая княжна Ом сказала мне, но мало того, что сказала, буквально исполнила. А сколько раз у нас не было даже корки, и кровом нам служил свод небесный. Все усилия, которые я прилагал к тому, чтобы избежать нищенства, уничтожил Чонг-Монг-Джу. Сонг-До я сделался дровоносом, и мы делили с княжной Ом лачугу, которая была не лучше открытой дороги в зимнюю стужу. Но Чонг-Монг-Джу разыскал меня и здесь, меня отдубасили, надели колодки на несколько дней и выгнали затем на дорогу. Это было суровой зимой. В эту самую зиму Фандерфорд замерз на улицах Кейджу. В Пиенг-Янге я сделался водоносом. Этот древний город, стены которого стояли еще во времена царя Давида, считался своими жителями чем-то вроде Чулна, и рыть колодцы внутри его стен значило потопить город. И потому каждый день тысячи кули с кувшинами на плечах брели к реке и обратно. Я стал одним из них, но Чонг-Монг-Джу разыскал меня, меня избили и снова выгнали на дорогу. И это повторялось каждый раз. В далеком Виджу я сделался мясником, убивал собак публично перед своим ларьком, резал и вешал туши для продажи, дубил шкуры, распяливая их в грязи, которую месили прохожие своими ногами. Но Чонг-Монг-Джу разыскал меня. Я был помощником красильщика в Пионхане, золотоискателем на россыпях канатным мастером в Чик-Сане я плел соломенные шляпы в подоке, собирал сено в Хван-Сай, а в Мазен-На продался на рисовую плантацию и трудился, согнувшись в три погибели, на сырых полях, получая плату меньше последнего кули. И не было такого места или времени, чтобы длинная рука Чонг-Монг-Джу не достала меня, не покарала и не швырнула нищим на дорогу. Мы с Княжной Ом после двухлетних поисков нашли однажды один единственный корешок дикого горького женьшеня. Местные врачи так высоко ценят этот корень, что на выручку от одного этого корня мы с Княжной Ом могли бы безбедно жить целый год. И когда я стал продавать его, меня схватили, отняли корень, а потом избили и держали в колодках дольше обыкновенного. Везде и повсюду бродячие члены многолюдного цеха разносчиков доносили обо мне, о всех моих делах и замыслах Чонг-Монг-Джу в Кейджо. Со времени моего падения я только дважды встретился с Чонг-Монг-Джу лицом к лицу. В первый раз это было во вьюжную зиму, ночью на высоких горах Канг-Вуна. За несколько медиков я купил себе и княжне Ом ночлег в самом грязном и холодном углу единственной комнаты гостиницы. Мы только собрались было приступить к нашему скудному ужину из конских бобов и дикого чеснока, сваренного вместе с мясом быка, наверное, сдохшего от старости, когда снаружи послышался звон бронзовых колокольчиков и топот копыт. Дверь отворилась и вошел Чонг-Монг-Джу. Олицетворение благополучия и власти. Он стал стряхивать снег со своих бесценных монгольских мехов. Тотчас же очистили место для него и дюжины его спутников. Места было достаточно, но тут его взор упал на княжну Ом и меня. Вон этих гадов, что в углу, вон отсюда, командовал он, и его конюхи выгнали нас кнутами на дорогу в снег. Как вы увидите, спустя много лет нам пришлось еще раз встретиться. Мне не было спасения. Перейти северную границу мне не позволили. Ни разу не позволили сесть и в сампан у моря. Цех разносчиков разнес приказ Чонг-Монг-Джу во все деревни, так что не было ни одной души, которая бы не знала его. Я был обреченный человек. Как хорошо я знал каждую дорогу и горную тропинку Чосена, все его города и самые маленькие деревушки. Сорок лет скитался я и голодал в Чосене, и вместе со мной неизменно скиталась и голодала княжна Ом. Чего только мы не ели с голодухи? Гнилые отбросы собачьего мяса, которые в насмешку бросали нам мясники. Минари, водяной крес, растущий в вонючих застоявшихся лужах гнилой кимчи, от которого тошнило последнего мужика. Увы, я крал даже кости у собак, ползал по большим дорогам, ища оброненных зернышек рису, и в морозные ночи воровал у лошадей их дымящуюся бобовую похлебку. Не нужно удивляться тому, что я не умер. У меня было две поддержки. Первая княжна Ом, не покидавшая меня. Вторая полная уверенность, что наступит момент, когда мои пальцы сомкнутся на глотке Чонг-Монг-Джу. Вечно погоняемый от городских ворот Кейджо, где я подстерегал Чонг-Монг-Джу, мы скитались годами и десятилетиями по всему Чосену, и каждый вершок дороги был теперь знаком нашим сандалиям. Наша история известна была всей стране. Не было человека, который не знал бы нас и наложенные на нас кары. Кули и разносчики выкрикивали оскорбления по адресу Книжный Ом, и им не раз случалось испытать цепкость моих пальцев, впивавшихся в узел на их темени, и изведать крепость моих кулаков на их скулах. А старухи в далеких горных деревнях, глядя на нищую женщину, шедшую рядом со мной, на погибшую Книжную Ом, вздыхали и качали головой, и глаза их затуманивались слезами. Встречались молодые женщины, состраданием смотревшие на мои широкие плечи, на мои синие глаза и длинные желтые волосы, на того, кто некогда был принцем Кориу и владыкой провинции. И целые толпы ребятишек бежали по пятам за нами с криками и издевательствами, осыпая нас грязной руганью. За Ялу на ширину сорока миль тянулась полоса пустыни, составлявшая северную границу и шедшая от моря до моря. В действительности это не была пустыня, ее сделала пустыней политика изоляции, которую проводил Чосен. На этой сорокамильной полосе уничтожены были все хутора, деревни и города. Это была ничья страна, кишевшая дикими зверями и пересекавшаяся только отрядами конных тигровых охотников, которые обязаны были убивать всякого человека, встреченного в этой полосе. Этим путем мы не могли бежать, как не могли бежать и морем. Годы проходили. Мои семь матросов, товарищи по несчастью, чаще появлялись в Фузане. Он находится на юго-восточном берегу, где климат мягче. Но гораздо важнее климата было то, что это ближайший во всем Чосене путь к Японии. Через узкий пролив, который, однако, нельзя было окинуть даже взглядом, лежала наша надежда на спасение из Японии, куда, несомненно, время от времени приходили суда из Европы. Как сейчас вижу перед собой на утесах Фузана этих семерых людей, жадно глядящих на море, по которому им не суждено было больше плавать. Временами показывались японские джонки, но ни разу мы не заметили знакомого паруса старой Европы. Проходили годы, а семь матросов и я с княжной Ом, вступившие уже из пожилого возраста в старость, все чаще направляли свои стопы к Фузану. И по мере того, как уходили годы, то один, то другой отсутствовал на обычном месте. Первым умер Ганс Амден. Сообщил нам об этом Якоб Бринкнер, его спутник по скитаниям. Якоб Бринкнер был последним из семерки и умер почти девяносто лет, пережив тромпа всего двумя годами. Я хорошо помню этих двоих под конец. Изможденные, ослабевшие, в отрепьях нищих, с чашками для сбора милостыни, они рассказывали старинные сказки, детские, писклявыми голосами. Тромп Тромп без конца повторял, как Иоганнес Мартенс и матросы ограбили царей горы Табонга, лежавших набальзамированными в золотых гробах и имевших справа и слева от себя по набальзамированной девушке. И как эти древние цари рассыпались прахом за один час, в течение которого матросы с проклятиями тащили гробы. Старый Иоганнес Мартенс наверное удрал бы через желтое море со всей добычей, если бы на другой день не случился туман, который погубил его. О, этот проклятый туман! О нем сложили песню, которую я с ненавистью слушал по всему Чосену ежедневно вплоть до последнего дня. Вот две строчки из нее. Густой туман западных людей висит над вершиной Виана. Сорок лет я жил нищим в Чосене. Один я остался в живых из четырнадцати человек выброшенных бурей на берег. Из такого же крепкого материала была сложена и княжна Ом, и мы старились вместе. Она была теперь маленькая, сморщенная, беззубая старушка, но все же это было чудо, а не женщина. И сердце мое хранило ей верность до конца. Я же для семидесятилетнего старика сохранил еще много силы. Лицо мое сморщилось, желтые волосы побелели, широкие плечи согнулись, но все же в моих мускулах осталась матросская сила. Только благодаря ей я и оказался в состоянии сделать то, о чем сейчас расскажу. В одно весеннее утро на склонах Фузана у большой дороги мы с княжной Ом сели погреться на солнышке. Мы были в нищенских лохмотьях, покрытых пылью, но все же я весело смеялся какой-то шутке княжной Ом, как на нас пала тень. Это была тень от больших насилок Чонг-Монг-Джу, несомых восемью кули, с верховыми спереди и позади и пышной свитой по бокам. Два императора, гражданская война, голод и дюжина дворцовых революций прошли и исчезли, а Чонг-Монг-Джу остался и держал в своих руках власть над Кейджо. В это весеннее утро на склонах Фузана ему было вероятно около восьмидесяти лет, когда он подал своей парализованной рукой знак остановить носилки, чтобы поглядеть на тех, кого он так долго истязал. О, царь мой, пробормотала мне княжна Ом, потом визгливо стала просить милостыню у Чонг-Монг-Джу, сделав вид, что не узнает его. Я понял ее мысль, не лелеяли ли мы ее все сорок лет, и момент исполнения настал наконец. Поэтому я сделал вид, что не узнал своего врага, и, напустив на себя вид впавшего в идиотизм старца, я пополз по пыли к его носилкам, свизгом прося милостыню. Свита отогнала бы меня прочь, но Чонг-Монг-Джу остановил своих слуг дребезжащим голосом. Он оперся на трясущийся локоть, а другой трясущейся рукой раздвинул занавески. Его сморщенное старческое лицо исказилось гримасой восторга, когда он взглянул на нас. «О, мой царь», говорила княжна Ом, нищенски причитая, и я знал, что вся ее бесконечно испытанная любовь и вера в мой замысел были вложены в эти причитания. И в это мгновение во мне поднялся багровый гнев. Неудивительно, что я так и затрясся в усилиях овладеть собой. К счастью, они приняли эту дрожь за старческую слабость. Я протянул мою медную чашку для сбора милостыни, еще жалобнее завизжал и закрыл глаза, чтобы скрыть синий огонь, который без сомнения пылал в них, а тем временем рассчитывал расстояние и силу для своего прыжка. И тут меня захлестнуло багровым пламенем. Раздался треск занавесок и падающих шестов, раздались крики приближенных, и мои пальцы сомкнулись на глотке Чонг-Монг-Джу. Носилки опрокинулись, я перестал сознавать, что со мной, но пальцы мои не разжимались. Среди подушек, шестов и занавесок первые удары телохранителей почти не чувствовались мной. Но вскоре подоспели верховые, град ударов рукоятками бичей посыпались на мою голову и множество рук схватили и терзали меня. У меня кружилась голова, но я не потерял сознание и с чувством блаженства все крепче стискивал своими старыми пальцами точную морщинистую старую шею, которую так долго искал. Град ударов продолжал сыпаться на мою голову и в мозгу моем быстро пронеслась мысль, что я похож на бульдога, сомкнувшего челюсти. Чонг-Монг-Джу не ушел от меня и я знаю, что он был мертв еще до наступления темноты, в которую наконец погрузился и я на склонах Фузана у Желтого моря.